Лечебно-оздоровительный, гастрономический, сельский и экскурсионно-познавательный в Алтайском крае представлен отдых на любой вкус. Ежегодно в регион приезжают миллионы людей из разных частей страны и даже зарубежья. В особом почете, конечно, Белокуриха. Она собирает 240 тысяч человек в год. Этого недостаточно, считает руководство курорта. Нарастить турпоток нужно в два раза. Ну что делать, чтобы хотя бы на стол умереться? Что надо делать? Вот нам все вместе собрались, начиная с меня. Белокуриха. Что надо? Закончить тот проект, который идет? Закончить. Инфраструктуру, да. То есть инвесторы, которые есть, они не начинают строить. Ну, вы понимаете, в наших предприятиях основной инвестор я как-то. Мы вложили больше миллиардов. Мы и больше удачи вкладываем. Те, кого мы пригласили, кто уже покупает зиму, они просто хорошие. Строительство Белокуриха-2 началось 7 лет назад и до сих пор продолжается. Туристы с нетерпением ждут окончания работ, потому что отдыхать здесь еще проблематично. Инфраструктура не развита, но, как заверил губернатор Виктор Томенко, вопрос с Белокурихой-2 решится в ближайшее время. Государственные структуры и федеральный бюджет, и краевой свои средства вложили. Там что-то осталось нам доделать, но в этом сезоне доделали. На форуме активно обсуждался и курортный сбор, который в этом году вырос с 30 до 50 рублей. Повышение, по словам представителей турбизнеса, вызвал сильный отток туристов. Уже 152 случаи, когда люди отказываются платить курортный сбор. Рост курортного сбора не своевременный, поэтому мы рассмотрели этот вопрос на очередной сессии Городского совета депутатов и приняли решение все-таки снизить ее в будущем году до 30 рублей, вернуться к этой планке, та, которая была. Не оправдал пока надежды сельский туризм. Сейчас в районах края больше 170 гостевых домов. В красивых проспектах возможностей для времяпровождения масса. Хочешь сплавляйся, хочешь летай на параплане, хочешь дай корову. Но доехать до таких развлечений удовольствие сомнительное. Сотни километров алтайского бездорожья, а краевого финансирования мало. Несмотря ни на что, по прогнозам специалистов, туристический поток будет не меньше. А может быть, если все-таки достроят Белокуриху-2, даже больше, чем в прошлом году. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Валентина Аскерова, Николай Шилко.